Весь Ветхий Завет Библии от первых его страниц и до последних говорит о грядущем Спасителе, о явлении Мессии, который придет на эту землю, чтобы совершить искупление рода человеческого. Авторы ветхозаветных книг вещали эту истину разными способами – прямой речью, прообразами, иносказательными словами, рисунками, поэзией, песнями, притчами и т.д. Одним из самых ярких прообразов в Ветхом Завете, предсказывающий о роли Иисуса Христа как заместителя, это заклание невинного животного и пролитие его крови ради прощения согрешившего человека. Поэтому, когда явился предтеча Иисуса Христа Иоанн Креститель, и весь Иерусалим, и вся Иудея пошли в пустыне слушать этого огненного проповедника, и когда он говорил им об Ангце Божьем, то они прекрасно поняли, что имел в виду Иоанн Креститель. Говоря об Ангце, он говорил им об Искупителе, о грядущем Искупителе. Во время своей проповеди этой огромной толпе народа видит он идущего к нему Иисуса. И слушайте, что он говорит. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Так что каждый раз, когда мы читаем в Ветхом Завете о жертвоприношениях животных, то все они пророчески говорят о той окончательной жертве, которой совершил наш Господь Иисус Христос, Агнец Божий, пролив свою святую кровь на Голговском кресте. Один из этих многочисленных прообразных примеров Искупительной жертвы и ее силы дан нам в книге «Исход» в 12 главе. В это время израильский народ был под гнетом Египта в рабском порабощении. Чтобы вывести народ из египетского рабства, Бог сказал, что произведет страшный суд над египетским народом. «Первенец, то есть первородный сын, в каждом доме будет ночью поражен ангелом-губителем». Был возможен единственный выход из этого ужасного положения. Бог вилял своему народу заколоть ангца и его кровью помазать перекладины и косяки дверей в своих домах. И, увидев кровь, ангел-губитель должен был пройти мимо этого дома. В эту ночь ангел смерти шел из дома в дом, поражая первенцев, в которых косяки дверей не были помазаны кровью. В этой 12 главе книги «Исход» сказано так. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладины и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Это было слово от Господа. «И тот, кто ему поверил и сделал так, смерть его не коснулась. Он попадал под защиту Божью». К дому, где была помазана кровь ангца, смерть не могла близко подойти, но спешила подальше от него. Одна капля жертвенной крови были не только защитой от ангела-губителя, но и знаком, что в этом доме живут дети Божьи. Такова сила крови Иисуса Христа сегодня. Тот, кто омыт кровью Его, косяки двери, Его сердце окроплены ею. Все силы ада не могут коснуться такой души. Искупительная кровь Иисуса Христа дает вечную жизнь и тем самым гарантию от вечной гибели в аду. И вот теперь перед каждым из нас стоит самый важный вопрос. «Коснулась ли кровь Иисуса Христа косяков двери нашего сердца?» Уважаемый радиослушатель, находишься ли ты под этой чудной защитой крови Иисуса Христа? Можешь ли ты сказать, что Господь Иисус Христос – твой личный Спаситель? Покаялся ли ты? Принял ли ты верой прощение, которое возможно посредством заместительной смерти Иисуса Христа? Если это с тобой произошло, тогда ты находишься под единственной возможной защитой от всех нападков дьявола. В таком случае тебе нечего страшиться. Дьявол – враг нашей души, бессилен что-либо сделать, потому что Христос его обезоружил. Поэтому ты имеешь причину радоваться и покоиться под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, как Библия говорит. «Не убоисься ужасов ночей, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, падут подле тебя тысячи и десять тысячи, одеснуя тебя, но к тебе не приблизиться. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Благодарение Богу за такое чудное спасение, которое совершил для нас Господь Иисус Христос. В заключение давайте мысленно посетим в эту роковую ночь два дома, косяки дверей, которые помазаны кровью закланного ангца. В эту ночь должен пройти ангел смерти над всем Египтом. Уже темнеет. Как скоро полуночь наступит, ангел-губитель пойдет из дома в дом, и где нет крови, погибнет первородный сын. Для некоторых это будет ужасная ночь смерти, а для других – жизнь, свобода, победа. Войдем в один из домов. Первое, что мы здесь испытываем в этом доме, это то, что царит какое-то напряженное состояние. Все в страхе и ужасе. Спрашиваем, в чем дело, чего вы боитесь? Они отвечают, о, а разве вы не слышали, в эту ночь пройдет ангел-губитель, и в каждой семье будет поражен первородный сын. Правда, этого с нами не должно произойти, так говорят, потому что на косяках наших дверей кровь ангца. Но как же мы можем быть уверены, что наш сын не погибнет? Да, если только наш сын будет жив утром, тогда мы будем знать, что он уже в безопасности. А пока мы можем надеяться только на лучшее. Но потом мы заходим в другой дом. Какой контраст! В этом доме радостное праздничное настроение. Нет страха и озабоченности. Мы спрашиваем, почему вы такие радостные? Разве вы не знаете, что в эту ночь идет ангел смерти, и в каждом доме должен быть поражен первородный сын? Да, говорят они, мы это знаем. Но над нами ангел-губитель не имеет власти. У нас помазаны косяки нашей двери кровью ангца. «Бог нам велел так, и мы верим, что Бог верен своему слову». Какая разница? В первом доме люди, хотя и находились под защитой крови, но руководились не Словом Божьим, не тем, что Бог им сказал, а своими понятиями, эмоциями и чувствами. Вот почему так важно, дорогие друзья, знать, что говорит Слово Божье. Оно одно дает уверенность и надежду на спасение. Твоя основа – то, что говорит Бог. Если вы отдали свою жизнь Иисусу Христу, если вы омыты кровью Иисуса Христа, если его причистая кровь на косяках вашего сердца, то вы не должны страшиться. Верьте Слову Божьему. Дьявол бессилен повредить вам. Кровь Иисуса Христа нас не только омывает от всякого греха, но она единственная защита от ангела-губителя. А если ты еще, уважаемый радиослушатель, не покаялся, не принял этот дар спасения, то почему тебе сейчас это не сделать? Покайся, отрекись от своего греха и верой прими его прощение, и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Пусть Господь сам тебе поможет сделать это сейчас там у твоего радиоприемника. Покайся, отрекись от своего греха.